муравейная ферма это так скажем интересное занятие мы не видим то что под землей происходит и мы этот муравейник перенесли к себе на стол и мы видим как муравей развивается то есть поднимаем семью с матки до нескольких тысяч муравьев то есть вы видите как она откладывает личинки как личинка растет и как появляется на свет новый муравей с точки зрения природы мы не нарушаем ничего так как в природе когда идет муравейный лед то есть много маток вылетает из муравейника и процентов наверное 70 она просто не выживает потому что они рождаются с крыльями идет лед их большая часть муравей птиц съедает в небе то что спустилась на землю их могут атаковать другие муравей этих маток а здесь мы им предоставляем все условия для их содержания и процентов 95 что она не погибнет а выживет и создать свою семью да у нас были моменты в которых нам задавали вопросы зачем вообще это для чего это это первую очередь интересно детям это маленький микромир который неизвестен ни для кого и достаточно узкая направленность которая также неизвестно поэтому это очень интересно здесь у нас около 12 видов муравьев самые простые муравьи в содержании это жнецы они подходят именно для новичков их нужно кормить раз в два в три месяца остальные виды они уже для более опытных людей те которые те которые уже содержали муравьев с ними уже сложнее становится их нужно кормить каждые два дня три примерно вот в этом диапазоне самый интересный муравей компоната singularis они живут в таиланде они крупные интересные быстрые самые опасные это виды понерин они обладают жалом кусают достаточно больно у нас муравьи собраны и скорее всего наверно со всего мира кроме австралии африка америка муравьиная ферма это своего рода аквариум только с названием формикарий в нем можно содержать муравьев так как в нем созданы все условия там есть влажность его можно увлажнять и есть арена в которую мы можем насыпать семена либо какой-то другой продукт которым питается муравьи муравьи на ферму содержать достаточно дешево они требуют семена одной пробирки хватает приблизительно на один год и стоимость этой пробирки три белорусских рубля остальные виды более экзотические это африка эквадор они требуют только белкового корма это тараканы они также дешевые и сахарный сироп который разводится из обычного сахара которые люди употребляют в пищу мы фермы рисовали сами у нас есть михаил он занимается этим процессом но основную часть времени он проводит зарисованием и резкой ферм чтобы декорации установить ферме не нужно ничего знать то есть достаточно просто поставить так как вам это нравится самое сложное чтобы его сделать это скорее всего нужно его сначала нарисовать мы запускаем муравьев согласно инструкции там правильность написано как заселять в семье муравьиной есть матка рабочие и солдаты рабочие выполняют роль нянек они ухаживают за личинками и ухаживают за маткой солдаты нужны чтобы охранять семью и раскусывать более крупные семена мы насыпаем через верхнюю крышку в ферме семена и муравьиная семья начинает это все разносить в свои хранилища чтобы покормить муравьев это достаточно просто мы поднимаем крышку и просто насыпаем семена на арену они уже по своей природе знают что им нужно с ними делать все и крышка закрывается сейчас это пробирки увлажнения они снабжают гипсовый блок водой гипсовый блок создает необходимую влажность в ферме жизненно необходимую для муравьев вот мы видим что часть семян находится на гипсе они их размочат и начнут перемалывать и этой субстанции они кормят себя матку и личинок поэтому и появляются крупные муравьи солдаты которые идут с большой головой вот они и служат как охрана и раскусывание дробления больших семян но вот они сейчас будут полностью с арены собирать все семена и складывать в определенные места у них одно хранилище здесь одно здесь они могут создать его абсолютно в другом месте если влажность будет повышена они семена вынесут на арену так как сухое пространство и там его просушит и потом вернут обратно да у нас есть наши белорусские муравьи это формика лимани есть небольшая семья там где-то особей 70 а нам подарил покупатель этих муравьев там было по моему матка и около пяти рабочих и вот мы ее благополучно растим у нас муравьи никогда не разбегались потому что все фермы выполнены но достаточно хорошо то есть там нету щелей через которые они выберутся единственное при неаккуратности пользователя при чистке фермы они могут выбежать когда вы открываете крышку но опять же вы их просто назад возвращаете какой-нибудь бумажкой либо рукой сталкиваете у них я дожала нету простейших которые идут в наборах поэтому они никакого вреда здоровью не причинят ни ребенку не взрослому если у вас муравьиная ферма упала на пол и что-то повредилось нужно быстро закрыть выход из гнездоватой остатки муравьев собрать в какую-то банку и обратиться к нам так как мы их сами делаем у нас есть все запчасти чтобы ее восстановить ее можно привести либо к нам и вопросы при приехать за запчастями все муравьи не могут разбежаться потому что основная часть находится в гнезде а на арене это возвышающийся кубик над гнездом там находится часть муравьев там немного их 15-20 может быть то есть их собрать листком бумаги в какую-нибудь банку несложно муравьи не могут вылезти через открытую крышку так как у нас верх ее намазан вазильным маслом его можно приобрести в аптеке она в свободном доступе намазывается и они не вылазит она скользкая и они просто падают все виды муравьев которые содержатся продаются у нас и содержится в наших фермах они не способны прижиться в квартире либо в частном доме так как это либо тропические муравьи которыми подойдет климат либо это муравьи те которые требуют достаточно высокой влажности нам было интересно что такое пауки и мы себе купили в магазин два вида подарил человек потому что он постоянно в разъездах и он не может за ним ухаживать он попросил нас забрать так как к нам приезжал за кормом для пауков вот и мы ему вырезали террариум и приютили просто интересный мир ну для и просто вот познание интереса то есть что вообще ну да как учительности муравьи могут дорасти это интересно создать большую семью максимально узнать какая может быть численность и посмотреть на самых огромных солдат если как таковые бывают в этом виде муравьев если муравей умирает его муравьи выносят в определенное место в которой они складывают весь мусор и это место потом просто чистится специальными лопатками либо у нас на канале есть ролик как и почистить домашних условиях то есть там достаточно одной шпажки деревянной и два куска ваты муравьиная ферма если надоедает ее лучше всего подарить на знакомым у которых есть маленькие дети и которые интересовались но родители были не готовы для приобретения муравьиная ферма